Производство, благоустройство и переселение. Глава региона с рабочим визитом сегодня побывал в Новоульяновске. Там Алексей Русских обсудил широкий спектр вопросов в режиме осмотра. При этом, помимо обещаний, поддержать инициативы были указаны и недостатки. Игорь Кранцев подробнее. Первый пункт визита – производственная площадка предприятия, которая еще с 90-х занимается кровельными и теплоизоляционными материалами. А сейчас является одним из крупнейших плательщиков местный бюджет. Недавно здесь провели модернизацию ряда производственных линий. А в ближайшем будущем могут реализовать новый проект. Алексей Русских, осматривая производство, обсуждает планы. И, судя по всему, остается доволен. Ладно, вам удачи. Затем посещение кондитерской фабрики. В ходе экскурсии – общение как с работниками, так и с руководством. Алексей Русских интересуется рынком сбыта и явно доволен тем, что продукция компании известна как в России, так и за рубежом. За чашкой чая же глава области спрашивает о планах и говорит о социальной ответственности как этого предприятия, так и других крупных налогоплательщиков региона. Давайте мы с вами на перспективу будем думать о том, что доходы населения Ульяновской области надо потихонечку поднимать, потому что у нас получается довольно-таки неплохой потенциал в области, очень много промышленных, эффективных, рыбных предприятий, а средняя заработная плата у нас на 21 тысячу ниже средней по России. А эти люди выражают главе области благодарность за продолжение программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В эту кирпичную новостройку на улице Волжской они въедут уже осенью. Из старой двухэтажки, расположенной по соседству. Смотрели, как быстро строится наш новый дом и не верили своим глазам, не скрывают эмоции женщины. А мне в окно, я в окно смотрю, все строят, все строят, не уехали еще. Все это аж от кирпича, и все тоже идут, смотрят. Алексей Русских говорит, что постарается приехать и на новоселье, и тут же обсуждает с главой Новоульяновска благоустройство территории. Новоульяновску чуть больше 60-ти. Для города возраст совсем небольшой. Однако вот таких вот домов, построенных, когда город только появился, здесь немало. А потому с каждым годом количество ветхого и аварийного жилья будет только расти. Об этой проблеме говорит Алексей Русских и глава города Геннадий Деникаев, обещая представить точные данные для ускорения программы переселения. А в паре кварталов от новостройки – новый сквер. Вы здесь живете, да? Вот вы живете. Да, ты как? Да, вон мой балкончик. Галина Вениаминовна, что наблюдала со своего балкончика за переменами, старается не вспоминать о пустыре, а говорит только о сквере, появившемся благодаря федеральной программе. Жара была, знаете, какое жаркое лето было. Вечером выходит хоть немножко подышать. Мамочки прямо окукируют вот это с детишками. Аналогичная картина наверняка будет и в сквере возле местного стадиона. Это еще один объект, который посещает в Новоульяновске глава области. Как работа ведется? Нормально, спасибо. Материалы есть? Так? Материалы есть? Есть. Не простаиваете? Нет, есть, сложно. При этом тут же Алексей Русских обращает внимание на то, что плитка местами выложена, по его мнению, неправильно. Местные чудовники обещают разобраться, а при необходимости и заставить подрядчика переделываться. Сдать же долгожданный объект обещают осенью. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Вест Ульяновск, из Новоульяновска.